Всем здравствуйте! Этой девочке пророчили огромную славу. Белорусская Юлия Космачева стала популярной на весь Советский Союз в возрасте 8 лет, а сниматься начала и того раньше. Когда девочке исполнилось 7 лет, она начала сниматься сразу в двух фильмах. Сначала в кинокартине Ефима Грибова-Абуза, а потом в шедевре советского кинематографа, кинокартине Белые Россы. После этой роли маленькая Галюня и стала знаменитой на весь СССР. С Николаем Караченцевым, своим киношным папой, Юлия в итоге подружилась на всю свою яркую и короткую жизнь. Они общались, встречались как друзья. Николай Петрович стал для Юлии творческим наставником. А вот как вспоминает Юлию на своей странице в живом журнале Станислав Садальский. В 80-х это был самый популярный киноребенок, режиссеры ее любили и снимали чаще других детей. С Юлией легко работалось, она была не капризной, очень органичной, пела-танцевала, сходу могла заплакать перед камерой, обожала озвучивать. Молодая актриса была горячо любима в родной Белоруссии. Именно там в подростковом возрасте ей предложили стать телеведущей после того, как из детских штанишек Юлия выросла и стала неинтересной режиссером. А вот на телевидении ей удавалось привлечь к себе внимание. К тому же Юлия после школы поступила на журфак. Непопулярность подросшей Юлии в кино никоим образом ее не огорчала. Напротив, мать девушки Татьяна Космачева уверяет, что новую профессию озорная и никогда не унывающая Юлька горячо полюбила. Да и карьера на белорусском телевидении была успешной. У девушки не было мотивов уходить из жизни. Но она ушла. Причем загадочным образом. Оставив четырехлетнюю дочь. В тот злополучный вечер 17 декабря 2000 года Юлия Космачева занималась домашними делами, готовила материал для работы и поужинала с мамой и дочерью любимой картошечкой, которую сама и нажарила. Роковым стал визит Юлии в гости к другу соседу, куда она отправилась после ужина. У друга Юлия задержалась за игрой в нарды. Было весело, молодые люди шутили и дружественно проводили время. Пока друг не вышел в магазин, оставив Юлию одну на время. Когда он вернулся, девушки уже не стало. Но все это известно исключительно по заявлению парня. Мать Юлия Татьяна сообщила прессе, что в ее квартиру с трагической новостью позвонили в три часа ночи. Неужели Юлия не собиралась домой и настолько припозднилась? Специалисты из следственного комитета не увидели ничего подозрительного. Следов насилия не было, да и скончалась девушка очень быстро. Официальное заключение экспертов, остановка сердца. А как это было на самом деле? Никто так и не узнал. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.